Рад вас приветствовать на курсе «Бренд работодателя». Сегодня у нас первое занятие, и мы говорим про основы бренда работодателя. У этого курса есть сайт, он выглядит вот таким вот образом. И сама программа курса состоит из восьми довольно-таки интенсивных занятий, которые строятся по принципу современного построения бренда работодателя. Кстати, сегодня на занятии я вам расскажу, чем отличается современный подход к построению бренда работодателя от подхода, который и применялся ранее. О чем мы говорим сегодня? Мы вообще поговорим про мировой рынок, про тенденции, как то, что происходит в мире, влияет на бренд, и чем нужно заниматься лидеру бренда работодателя. Если с кем-то мы не знакомы, меня зовут Майк Притула, так интересно получилось, что темой бренда работодателя я занялся впервые в 2006 году. Это была моя работа рекрутером в Альфа-банке. Так получилось, что у меня были хорошие знания PowerPoint, Excel, разных программ, и меня вовлекали в разные активности, в проектные активности. Альфа-банк как раз тогда занимался темой бренда работодателя. И джоб-сайты, в свою очередь, начали выпускать новые продукты. Это было оформление вакансий, это было оформление страницы компании. И вот Альфа-банк, он был одним из первых клиентов этих функций. Мы получили даже где-то бесплатное оформление, потому что они только-только тестировали. Плюс тогда был процесс построения карьерного сайта, в котором я активно участвовал. Я от HR-службы писал ТЗ, что мы должны видеть на карьерном сайте. Какая должна быть структура, какой функционал, сортировка вакансий, отклики, отображение, тексты и так далее. Такими вопросами я занимался. Так получилось. Так или иначе, брендом работодателя активно занимался и в других компаниях. На сегодняшний день развиваю академию и консультирую PeopleForce. Вот такая предыстория. В работе полагаюсь на лучшие мировые практики, которые и вам рекомендую отслеживать. Кстати, сегодня Ренстат, мы будем говорить об их исследовании. Буду рад, если вы и о себе напишете. Мне интересует ваша должность. Я бы хотел понимать, кто сегодня, например, работает в направлении бренда-работодателя, кто рекрутер, кто HR, кто еще какие функции выполняет. Так вот, вижу IT-рекрутер. Спасибо, Олеся. Напишите, пожалуйста, кто кем работает. Просто должность. Кто смотрит в Facebook, тоже можете писать. А кто будет смотреть в YouTube, тоже смело пишите в комментариях. HR, HRD. Екатерина, почему у вас такой грустный смайлик? Хорошо, понятно. Спасибо всем, кто написал. Кто не написал, тоже пишите. Значит, те, кто уже на курсе, вас ждут домашние... А, случайно, понял. Вас ждут домашние задания, выполнив которые, вы сможете получить наш диплом. Итак, начну я вот с такой истории. На сегодняшний день, согласно статистике, работает 3 миллиарда людей. Согласитесь, это очень много. Но вопрос в том, как они работают. Дело в том, что не все компании пока что заботятся о том, в каком формате они взаимодействуют с людьми, какие условия создают, ну и что дают своим людям. Хотя тема довольно-таки важная, как мне кажется. Если 3 миллиарда людей в мире работает, 3 миллиарда людей минимум 8 часов в день проводят на работе, то очень важно задумываться, а как они работают. Некоторые люди работают в очень хороших условиях. Например, компания Google одна из первых отличилась и начала строить вот такие вот офисы. Я, по-моему, такие вот картинки впервые начал видеть, ну, наверное, году в 2010. И тогда, когда начали публиковать картинки, ну, может быть, раньше, да, ну, так вот задумался в 2010. Когда начали публиковать такие картинки, казалось, что это вообще какой-то нонс. Что за детский сад, как вообще здесь можно работать. Особенно я работал в банке. У нас был современный офис, нам повезло в этом плане. Ну, это были серые стены, да, там какие-то офисные столы, стулья. Ну, там кухня у нас была. И увидев вот это, казалось, это что-то нереальное. Когда я пришел на телеканал СТБ, это было уже телевидение, у меня было ощущение, что, наверное, телевидение должно работать в других условиях, не таких, как в банках. Я очень активно заинтересовался, как работают IT-компании. И уже тогда я знал о том, что есть такая компания. Активно обратил внимание на компанию Global Logic. Да, она сейчас существует. Ее там пару раз уже потом продавали. Тогда еще был Роман Хмиль. И вот они в Киеве, как мне кажется, построили, ну, и в Украине, один из первых таких офисов крутых, айтишных, где люди работали в других условиях. Для того, чтобы что-то подобное, близко к этому, начать внедрять на телевидение, я уговорил руководителей на телеканале поехать со мной в гости в Global Logic. Ну, и договорился там, что нам проведут экскурсию. Я поехал, отвез. И когда я водил руководство телевидения, а на телеке там были кабинеты, там арендовали офисы в старых таких производственных помещениях, там какой-то завод пластмасс, у них был такой офис. Ну, короче, то есть это было даже от банка далеко. И когда руководители увидели, что так можно работать, у них просто там был взрыв мозга. И мы начали потихонечку трансформацию, менять условия работы. Ну, и в 2014 году, спустя 4 года работы, когда я уже уходил, уже офис был получше, поинтереснее. Компания Grammar, да, тоже вот классный офис построила. Вообще, айтишные компании, они в этом плане молодцы. Вот офис компании MacPo, тоже айтишная. Что интересно, что не только айти-компании начинают обращать внимание на то, как и где работают люди, но даже не айти-компании. Однажды меня пригласили в офис компании Biosfera. Вообще, компания Biosfera – это производитель бытовой химии, бытовых, я не знаю, как это правильно называется, ну, вот там салфетки, туалетная бумага, эти пакеты для мусора, у них там бренд Freckenbock, например, известный, перчатки такие синие. Вот. В офисе, они в Киеве сделали крутой офис, который даже не уступает айтишным компаниям. Да, вот я поехал и удивился, насколько это может быть необычно. Вот. К чему это я все говорю? Дело в том, что то, как компании взаимодействовали с людьми раньше, и то, что происходит сейчас, – это абсолютно разные вещи. Но важно понимать, что вот эти все офисы, которые компании делают, такие вот крутые, да, это не просто так, не просто потому, что компания думает, ага, мне нужен классный бизнес, я построю классный офис. То есть это не по принципу карго-культа, да, когда туземцы думали, что им боги посылают еду, вот, и поэтому, нет, это, по-моему, не карго-культ. Там есть две истории. Одна, что им посылали еду, а вторая, когда они пытались имитировать работу британских этих колонизаторов, чтобы там получать какую-то еду. Но не суть важна. То есть компании не просто копируют, да, они делают такие крутые офисы, потому что они что-то за этим видят. Они как-то к этому приходят. И вот тема бренд-работодателя – это тема, которая позволяет понять, как вообще прийти к тому, что должно быть в вашей компании. Сейчас, конечно, тема офисов, она очень сильно подвешена, да, потому что очень много компаний уходит на удаленку. Какие-то компании рождаются как компании полностью с удаленной работой. Вот, где-то люди предпочитают уже удаленку, поэтому вот фокус на крутой офис, он смещается на фокус крутой организации работы сотрудника на удаленке. Но мы об этом тоже сегодня поговорим. Идем дальше. Значит, тема нашего сегодняшнего занятия – бренд-работодателя. Что это на самом деле такое? Важно понимать, что бренд – это прежде всего имидж, который есть у компании как у места для работы. Этот имидж может быть крутой, средний или слабый, или отрицательный, да, есть компании, про которые будут говорить, что такая компания, там лучше не работать. Но, к счастью, сейчас, ну, очень мало таких компаний. И если о ком-то говорят, то, скорее всего, там не так уж и все ужасно, а какие-то есть просто мелкие нюансы, да, потому что когда-то, там, еще 10 лет, 15 лет назад, действительно были компании с ужаснейшими условиями, просто с кастрофическими работой. И важно еще понимать, что бренд-работодателя – это не только про кандидатов, а это и про сотрудников, и про клиентов, и про контрагентов. То есть абсолютно все складывают свое впечатление о компании как о работодателе. То есть не обязательно быть в поиске работы, чтобы думать, это классный работодатель или это плохой работодатель. Да, мнение формируется у всех. Например, прочитал какую-то статью где-нибудь на интернет-сайте и думаешь, во, вот это классно, да, вот в такой компании хотелось бы работать. Или наоборот, да нет, что-то там не хочется работать. Зачем компаниям нужна тема бренда-работодателя? Дело в том, что все, что делается в сфере бренда-работодателя, очень тесно связано и влияет на три важных направления. Это привлечение или рекрутинг, это вовлечение сотрудников, и это удержание сотрудника. Вот, то есть три вот этих направления работы HR, они тесно связаны с брендом работодателя. Чем сильнее бренд, тем лучше компании удается три этих направления. Мы это увидим дальше на уровне цифр. Дальше. Бренд влияет, или даже так скажу, бренд управляет всевозможными элементами, которые формируют ту или иную репутацию. Есть вещи, которые могут репутацию ухудшать, и люди там будут не очень хотеть работать. Например, все знают, что негативные отзывы о компании-работодателе снижают имидж, и бывает такое, что кандидаты отказываются работать. Я расскажу пример. Когда я вышел работать на телеканал СТБ, и моя задача была построить рекрутинг и адаптацию, и решить проблему найма, там была катастрофа с наймом. Вот, я столкнулся с проблемой, что о компании было несколько негативных отзывов. И отзывы эти были связаны не с тем, что компания плохая, а с тем, что отсутствовал нормальный процесс рекрутинга, и он порождал проблемы непонимания у кандидатов. И это влияло. И вот только построение процесса и управление брендом работодателя позволило переломить отношение к компании и заинтересовать людей, и, наконец, нанимать сотрудников. Есть и другие вещи. Вот, например, беспричинное неэтичное увольнение сотрудника тоже может привести к сильно навредить бренду. Низкая качество продукции или услуг тоже. Понижение заработной платы тоже может быть. Отсутствие перспектив карьерного роста. То есть, это все вещи очень такие тонкие, которые могут компании навредить. Если компания этим не управляет, они будут просто мешать делать бизнес. Бренд работодателя – это, скажем так, инструмент, который позволяет взять под контроль то, что влияет на вот эти три направления – привлечение, вовлечение и удержание. И даже улучшать ситуацию в этих трех направлениях. Идем дальше. Бренд работодателя как наука, как направление, сильно меняется часто как результат изменения, того изменения, которое происходит в мире. Вы знаете, что сейчас, например, очень популярны IT-компании. Ну, где-то, кстати, популярны, а в некоторых странах не так популярны. Например, в Казахстане, скорее всего, люди предпочтуют работать в нефтегазе, чем в IT-компаниях, да, потому что там больше популярностью пользуются это направление. В какой-то другой стране будет что-то свое. Вот. Это постоянно меняется. И постоянно, там, последние 150 лет, вы видите, как сильно происходит перераспределение, где люди работают, вот, что происходит с местами работы. И я думаю, что это будет продолжаться. Соответственно, часто компании сталкиваются с такой штукой, что проходит мода на одну индустрию и там приходит на другую. И нужно как-то тоже с этим бороться. Вот ко мне обращались несколько раз ребята из маркетинговых агентств с такой вот примерно одинаковой проблемой. Они говорили, Майк, что нам делать? Мы просто не можем нормально найти и удержать сотрудников. Мы конкурируем с IT-компаниями. Зарплаты в IT-компаниях в два раза больше, чем у нас. Поэтому мы ищем кандидатов где-то там, где не ищут IT-компании. Но даже когда мы их нанимаем, люди довольно-таки быстро уходят в IT-компанию просто на зарплату в два раза больше. Вот как быть? Это реальная проблема. которая сейчас стоит перед многими компаниями. Опять же, бренд работодателя, управление брендом работодателя – это решение подобного рода проблем. Давайте посмотрим на интересные исследования, которые проводит компания Ренстат ежегодно, изучая бренд работодателя. То есть если вы работаете в направлении бренда работодателя, вы просто обязаны досконально читать их отчеты. Почему? Потому что они делают исследования по всему миру. Там сотни тысяч участников. Они делают детализацию отдельно по многим странам. Они делают детализацию по некоторым индустриям. Но это прям вот must-have. Они делают по итогам завершения года отчет. То есть сейчас самый актуальный 21-й год. Когда этот наш 22-й год закончится, они опубликуют отчет за 22-й год. Сейчас они только приглашают участников, анонсировали и будут собирать данные. Поэтому вот это самый важный отчет. У участников курса этот файл будет в дополнительных материалах обязательно посмотреть. Что говорят исследования компании Ренстат? Ну вот интересная цифра номер один. Компании со слабым брендом работодателя переплачивают сотрудникам примерно 10% заработной платы. Представьте себе, если фонда платы труда у компании 10 миллионов долларов, то компания банально 1 миллион долларов в год тратит, потому что у нее слабый бренд. Эти деньги лучше направить на усиление бренда. Вот много других интересных цифр. Но давайте еще одну рассмотрим. 50% кандидатов заявляют, что не стали бы работать в компании с плохой репутацией, даже при более высокой зарплате. Вот еще интересная цифра, может многим понравиться. Компании с сильным брендом работодателя нанимают сотрудников вдвое быстрее. Ну и так далее. Вот этими цифрами я рекомендую руководствоваться, ну и показывать топ-менеджменту, когда вы инициируете те или иные активности в области бренда работодателя. Потому что здесь языком бизнеса написаны очень важные цифры. Дальше. Что дает управление брендом работодателя и такая вот штука, как EVP? EVP расшифровывается как ценностное предложение компании-работодателя, Employer Value Proposition. И ценностное предложение, собственно говоря, это и является то, чем управляет бренд работодателя. Ну, одним из, там еще есть коммуникации. Во-первых, это повышение заинтересованности новых сотрудников на 29%. Снижение процента повышения зарплаты при найме на работу до 50% от стоимости новых сотрудников. То есть что имеется в виду? Например, сотрудник, который переходит работать к вам, просит прибавку 10%. Если у вас классный бренд, 20% если у вас неизвестный, слабый бренд. Дальше. Повышение вероятности того, что сотрудники будут выступать в качестве адвоката, то есть будут вашу компанию всячески промоутировать. Когда кандидаты рассматривают EVP-организации как привлекательную, они требуют меньше надбавку к заработной плате при принятии предложения. И наоборот, требуют больше, если как не привлекательную. Вот такие аргументы. Что сейчас ценится у кандидатов, когда они выбирают компанию как работодателя? Интересно, что в разных регионах есть немножко разные данные. Ну, какие-то вещи совпадают. Например, привлекательная заработная плата, она практически везде в номер один. Дальше. Ну, давайте его посмотреть. Приятная рабочая атмосфера. Стабильность работы, баланс работы и жизни и карьерное развитие. Вот такие факторы вы должны учитывать, занимаясь построением бренда-работодателя. Что еще? Вот Транстат, он еще собирает интересную статистику по том, какие компании наиболее привлекательные. Ну, они собирают статистику и по секторам, и по компаниям. Вы можете по своей стране найти у них на сайте. Если по вашей стране есть много данных, он как отдельный отчет может быть опубликован. По Украине, например, IT, как я и говорил, он сейчас самый привлекательный. Ну, и вот такие работодатели здесь привлекательные. Вот. На втором, точнее, не на втором, это топ-10, это следующий список. Вот. В Казахстане, как я и говорил, немножко другие будут привлекательные. Ну, я сравнил, да, Украину с Казахстаном. Вот. Там нефть и газ. Тут, кстати, в Казахстане, в IT-компании, их очень мало. Да, я до сих пор, если слышу о компании из Казахстана, это скорее, наверное, небольшая продуктовая компания. IT-аутсорс я не слышал пока еще какой-то такой вот круг. Да, там, ну, например, не знаю, есть ли даже ИПАМ в Казахстане. Кто знает, напишите, пожалуйста. Вот. То есть это отдельные какие-то небольшие стартапы. Ага, есть. Ну, круто. Да, было бы логично туда пойти. Потому что население 10 миллионов, по-моему, это большая страна, большое население, хорошее образование, строятся хорошие вузы, поэтому было бы странно туда не пойти. Но вот долгое время, я не слышал, я был в Казахстане последний раз, наверное, года два назад, общался с ребятами, с прогрессивными, у них, можно сказать, ну, близко к IT-компании. Вот они говорили, у нас IT прям так слабо развивается, вот, еле-еле. Тогда как раз планировали сделать, типа, какую-то там особую такую налоговую систему. Она, по-моему, даже уже была, да, там, типа, в МФЦ была возможность открыть стартап с какими-то там нулевыми налогами, в Алматы что-то там планировалось. Ну, вот, какие-то такие вот вещи были. Ну, не суть важна. Мы сейчас не про это, а про то, что эти индустрии, они в разных странах в Алматы открыли. Ну, круто, молодцы. Да, вот. Знаете, страна, за которую можно радоваться за развитие, это, наверное, Казахстан. Вот, меня как-то жизнь с ним познакомила. У меня сейчас друг живет очень близкий в Казахстане, да, мы с ним часто общаемся, я от него получаю много информации. Он, кстати, в Алматы живет. Много информации о происходящем. Вот, молодцы. Так, хорошо. Где люди ищут работу? Да, вот тоже интересная информация по поводу, ну, связанная с брендом работодателя. Топ-5. Джоп-порталы до сих пор доминируют 32%. Google, то есть просто гуглят, 25%. Персональные связи, да, то есть личные контакты, 25%. Всевозможные рекрутеры, ну, там, агентства, фрилансеры и так далее, 25%. И социальные медиа, 25%. Какие топ-4 джоп-портала в мире? Если вы компания международная, да, то вы должны быть хорошо представлены здесь. Indeed, Monsterboard, Jobs и Recruit. Ну, а здесь нету LinkedIn. А, кстати, я не знаю, почему вот здесь LinkedIn пропал, да, social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Мне кажется, как-то, Ренстат, когда проводил исследование, куда-то LinkedIn запихнул или как-то спозиционировал, что люди не поняли. То есть для меня либо LinkedIn вот здесь должен быть, либо здесь где-то, вот, ну, почему-то не попал на топы. Дальше вот есть информация о том, как, например, в Украине люди ищут работу. Тоже джоп-порталы на первом месте, личные связи, Google, вот. Ну, и там дальше поисковики, кодерные сайты компаний и прочее. Социальные медиа 20%. В Казахстане тоже тут есть социальные медиа около 23%. Вот тоже интересно, да, насколько рынок отличается. Например, в Украине персональные связи 52%, а джоп-сайты 50%. В Казахстане 57%, в джоп-сайты 42%. То есть, ну, и я слышал, когда общался с ребятами из Казахстана, что вот очень, не только это с работой связано, да, очень ценятся какие-то личные знакомства, передавание чего-то из рук в руки вот по рекомендациям. То есть такая вот рекомендательная история, она очень в стране развита. Это все нужно учитывать. Идем дальше. Несколько моментов, которые изменились в управлении брендом-работодателем, которые нужно обязательно учитывать. Вот когда я работал в Альфа-банке, скажу честно, тогда бренд-работодатель воспринимался просто как красивый дизайн карьерного сайта, красивая страница на джоп-сайтах, ну, и какие-то активности, участие в днях карьеры в вузах, в ярмарках вакансий и так далее. То есть вот это было бренд-работодатель. Сейчас это совершенно другое. Вот тема бренда-работодателя, она настолько ушла далеко вперед, что сейчас это больше про то, какую ценность компания как работодатель несет своим сотрудникам. То есть что компания может дать именно как работодатель. Как она может максимально сотрудникам показать, что вот в этой компании лучше работать, чем в какой-либо другой. И поэтому бренд-работодателя – это больше про ценность, ценностное предложение. Поэтому EVP – это очень популярный термин сейчас в сфере брендинга работодателя. Дальше. Раньше в бренде работодателя, так как это было больше про дизайн, раньше главными инструментами были дизайн и копирайтинг. Самые крутые компании, которые хвастались своим брендом, это были компании, у которых есть дизайнер и копирайтер, которые клепают картинки и тексты. Мало кто задумывался вообще о каких-то реальных действиях для сотрудников. Сотрудникам задача была все упаковать и красиво показать. Сейчас главный инструмент в области брендинга работодателя – это понимание карты путешествия сотрудника, то есть как сотрудник проходит через всю компанию от первичного знакомства до участия в рекрутинге, адаптации, работы, увольнения и дальнейшего поддержания связи. Сейчас компании рассматривают взаимодействие с людьми не только до точки увольнения, а и дальше поддержания связи, строят эти вот ламни-клабы, клубы выпускников, для того, чтобы какие-то сотрудники потом вернулись, для того, чтобы сотрудники, которые уволились, оставались лояльными, хорошо отзывались о компании, кого-то рекомендовали, становились клиентами или партнерами этой компании, потому что они уже с ней знакомы. Например, вот мой интересный пример. Я в Альфа-банке работал 15 лет назад, но до сих пор у меня есть счет в этом банке. В одной компании я работал, была компания такая, Марком, импортом и дистрибуцией литного алкоголя занималась. Я до сих пор помню те вина, которые компания продавала и отдаю им предпочтение, если вижу на полке. Ну, вот такие отношения компании сейчас строят. И VP – это ценностное предложение, это еще один инструмент, который используется для того, чтобы понимать, что такого предложить сотрудникам. Дальше. Раньше у бренда работодателя была простая задача – стать компанией номер один. Да, вот все там хотели выиграть какую-нибудь заветную статуэтку, чтобы кто-то пришел и сказал, вот вы работодатель номер один. Либо Headhunter принес, либо Ernst & Young, либо кто-то, ну, есть разные организации, которые занимаются присвоением этих брендов. Сейчас компании понимают, что нравится всем не то, что невозможно, не нужно. Нужно четко понимать, кто своя аудитория. Это всего лишь несколько тысяч человек. И как понравится прежде всего этой аудитории. Потому что нравится всем – это сложно, это дорого, это почти невозможно. Но понять, что вот тех сотрудников, которых мы хотим видеть, вот они такие, у них такие общие характеристики и интересы, поэтому мы под них все подстроимся. Да, вот это вот правильный подход. И здесь рождаются очень какие-то необычные идеи, очень необычные решения. Дальше. Как было раньше. Компании выделялись крутым офисом и крутыми мероприятиями. И усиливали социальный пакет. Компания, о которой говорили еще даже 5 лет назад, как о крутом работодателе, говорили, ну, у них такой крутой офис, там куча всего есть. Они проводят мероприятия, а еще у них там такой социальный пакет. Сейчас это уже немножко проходит. Ну, во-первых, действительно, офисы у многих становятся хорошими. Да, вот доступ к ремонтным работам, к хорошим материалам, к хорошей мебели становится у всех возможным. То есть, ну, сейчас, не знаю, делать ремонт в офисе, сделать его скучным, неинтересным, нужно постараться. А вот, что сейчас важно и актуально и современно, это глубоко работать с болями и потребностями целевой аудитории. То есть, максимально ее изучать и знать, что ей нужно. Я здесь в качестве иллюстрации разместил такой инструмент маркетинга, называется Product Market Fit. Это то, что пытается сделать любая компания, любой стартап максимально попасть в свою целевую аудиторию. Вот с точки зрения брендинга работодателя, такая же задача стоит у того, кто отвечает за бренд. Дальше. Когда я работал в Альфа-банке и в других компаниях на раннем этапе появления темы бренда работодателя, это всегда рассматривалось как просто часть рекрутинга. Компанию сильно не интересовало. Ну, типа, рекрутинг этим занимается. Это что-то нужно для найма? Нужны деньги на что-то? Ну, ладно, давайте чуть-чуть выделим, пусть там это будет. И это было даже частью бюджета рекрутинга. На сегодняшний день бренд работодателя – это инструмент реализации стратегии. Компания, вот крайняя, в которой я работал, это компания Ideals, это вот спустя 15 лет после Альфа-банка. Там собственник лично интересовался брендом, он лично занимался его построением, лично собеседовал кандидатов на должность Employer Brand Manager, лично там какие-то решения принимал. Его это конкретно волновало, потому что он понимал, что тот бизнес, который он хочет построить, ту мега-корпорацию, которую он хочет построить, он построит только, если у него будет сильный бренд. Ну, и меня, как HR-директора, нанимали для решения этих заданий. Я точно понимал, что без вот этой заботы о людях, без бренда, ну, ничего не получится. Это круто. Это круто, потому что это дает больше возможностей, больше поддержки, больше понимания со стороны менеджмента. То есть сейчас брендом работодателя, я скажу так, что заниматься интереснее, чем было 10-15 лет назад. Дальше. Что было раньше? Бренд работодателя коммуницировали через джоп-сайты, то есть оформляли красиво вакансии, красиво странички, где-то какие-то джоп-сайты позволяли и позволяют постить новости, и, конечно же, социальные сети. Страничка в социальной сети, красиво оформлена, там какой-то контент и так далее. Современный подход другой. Современный подход такой, что мы понимаем, какая наша целевая аудитория. Кто они? Где они? Сколько их? Какой нам нужен охват этих людей? Как часто мы хотим их контактировать? В каких каналах мы их можем контактировать? Сколько стоят какие каналы? Как нам оптимально выстроить баланс разных каналов? Как нам оптимально распределить бюджет на контактирование этих людей? Как нам настроить таргетинг? Вот такой сейчас современный подход. Он уже, ну тут я картинку разместил, PPC-маркетинг на службе бренда-работодателя. Дальше. Когда-то бренд работодателя, он строился прежде всего с прицелом на кандидатов. То есть компанию не интересовали ее собственные сотрудники в контексте бренда. И все делалось так, чтобы удивить кандидатов. Сейчас компания понимает, что вообще это прежде всего для своих сотрудников мы делаем. если мы своим сотрудникам понравимся, построим классные условия, то кандидаты придут и увидят, что мы для них построили, точно захотят у нас работать. Причем под сотрудниками сейчас понимаются не только те, кто в офисе сидят, и те, кто на удаленке, и даже какие-то временные сотрудники, и даже там какие-то фрилансеры, которые с нами работают. Даже может быть, если у нас есть какие-то там контрагенты, какие-то аутсорс-компании, даже на них это распространяется. Вот такой фокус сместился. Дальше. Раньше бренд рассматривался, уже чуть позже, чем ранние годы. На каком-то этапе начали думать так, бренд – это что-то из мира маркетинга, HR-у что-то самим сделать сложно, поэтому давайте будем стараться с маркетологами работать, давайте их просить, нам помогать, давайте изучать самостоятельно. Сейчас HR-ы освоили, наконец-то, тему брендинга работодателя, понимая, что такое бренд, и сами могут делать почти все вещи, которые нужно делать. Могут разработать стратегию бренда-работодателя, могут провести исследования целевой аудитории, могут своими руками разработать лендинг на одной из платформ, позволяющих быстро их разрабатывать. Могут на специальных платформах делать дизайны картинок, накладывать туда текст с правильными шрифтами, могут даже запускать рекламу, таргетированную в Facebook или рекламу Google AdWords, точнее Ads, или где угодно. Сейчас это уже перекочевало в HR, и HR-ы не испытывают такой невозможности что-либо сделать самостоятельно. Дальше. Раньше бренд-работодателя – это была прежде всего красивая картинка. Было важно эту картинку показать. Вот наши сотрудники, вот наш офис, вот наш корпоратив. Смотрите, как мы круто сфотографировали на любое важное мероприятие. Давайте возьмем фотографа, пусть он фотографирует, а еще лучше снимем какой-нибудь видосик, его смонтируем и выложим где-нибудь. Сейчас бренд воспринимается и оценивается цифрами. То есть, какие у нас охваты, какие у нас конверсии, какие у нас уровень лояльности кандидатов, какой уровень принятия джебоферов, уровень текучести, тоже уже начинаем анализировать для понимания бренда. То есть, сейчас бренд – это как и маркетинг. Много того, что сейчас происходит с брендом-работодателем, оно отображает то, как просто реклама, которая существовала 20-25 лет назад у нас, трансформируется в настоящий маркетинг, основанный на цифрах и данных. Когда-то просто лепили какие-то картинки или тексты, задача вообще была просто где-нибудь в газете, в журнале, на телевидении это опубликовать. Никто не ставил никакие цели, задачи по каким-то цифрам. Просто понимали, что есть бюджетная реклама, его нужно потратить. Это была чистая реклама. Потом реклама превратилась в полноценный маркетинг. Вот бренд-работодателя тоже, он проходит такую трансформацию, ну и у нас, можно сказать, завершается. Что такое бренд-работодателя в 2022 году, вот в этом году? Во-первых, огромную роль сейчас играет уже не только репутация компании, как работодателя. Уже играет огромную роль репутация компании как бизнеса. То есть уже интересно не только, как к сотрудникам относятся, а что это за бизнес, а чем он занимается, какая его польза в мире. Если это какой-то бизнес под вопросом, то очень люди осторожны. Например, вы можете увидеть на LinkedIn огромное количество людей, у которых в компании указано NDA. То есть, ну типа как, скрытое название компании. Почему? Люди работают в компаниях, о которых они не хотят говорить. Какой-то гэмблинг, азартные игры, какие-то темные сферы бизнеса, какие-то, как это называется, вот эти веб-камеры, где голые девушки общаются с иностранцами. Написание курсовых работ, рефератов, дипломов, запрещенное, например, США бизнес, за которые могут посадить. Ну и много других. Я не осуждаю этот бизнес, я просто говорю о том, что кто-то там готов работать, кто-то не готов, но многие из тех, кто готовы, предпочитают об этом не говорить. Но и те, кто не готовы работать, их тоже достаточно много. Дальше. Для многих важна репутация генерального директора. А кто этот человек? Потому что и по нему судят о компании. Ну тут, кстати, вот есть очень сильно, часто здесь есть такой подход, не помню, как он называется. You like it or you hate it. Типа ты или тебе это нравится, или ты его ненавидишь. Часто люди делятся на... Одни люди вообще говорят, это крутой CEO, другие говорят, да он там вообще какой-то ужасный. И репутация собственника. Сейчас есть собственники, есть собственники, олигархи в санкционных списках. И у многих людей вопрос, а хочу ли я работать в компании, которая принадлежит собственнику с темным прошлым, который деньги украл у народа, или там как-то нечестно их получил, или был чиновником, накопил себе взяток, купил какой-то бизнес или рейдернул, то сейчас это уже под вопросом. Вот такое влияние. Дальше. Учитывая, что многие компании научились строить бизнес системно, использовать системы автоматизации процессов, автоматизации HR процессов, такие как PeopleForce, например, процессы, CRM использовать и так далее, многие люди просто не хотят работать в компании, где царит хаос, и нету процессов, нету систем, нету автоматизации. Сейчас это тоже начинает учитываться. Для молодого поколения очень важна миссия компании. Теориальные исследования говорят, что именно молодое поколение, это вот студенты, которые там только заканчивают или закончили недавно вузы, для них важно, чтобы компания еще что-то несла такое светлое. Зрелое поколение чуть более цинично в этом плане. Ну, вот так вот. Дальше, финансовая стабильность важна для тех, кто зарабатывает где-то до 2000 долларов. То есть для них еще важно, а насколько эта компания стабильна, насколько меня здесь не сократят, не уволят или не будут задерживать зарплату. Дальше, умение удовлетворять потребности сотрудников. Дело в том, что потребности сотрудников это как мода, которая регулярно меняется. И люди смотрят на то, а что есть в других компаниях, а что есть у моих друзей, и тоже начинают этого хотеть. И вот компания либо это умеет отслеживать и удовлетворять, либо нет. И второе, и последнее, точнее, вытекает из предпоследнего, умение ситуативно реагировать на постоянно происходящее событие в мире. Приведу пример. Мой хороший знакомый недавно в восторге мне рассказывал о том, как его работодатель его порадовал. Он говорит, ты знаешь, что мне дали на работе? Вот прям с такими эмоциями. Я говорю, что? Мне прислали пауэрбэнк, вот такой здоровенный. Вот. Ну, сейчас в связи с военными действиями в разных населенных пунктах может пропадать электричество, и важным остается возможность запитать там ноутбук, телефон, что-нибудь от электричества, поэтому компания начала спрашивать, кому нужен пауэрбэнк, такой, чтобы вы понимали, пауэрбэнк, который может там 10 часов запитывать холодильник, да, или может там 10 раз вскипятить электрочайник, или там полчаса работать в микроволновку запитать, ну, полчаса, наверное, микроволновку это я переборщил, ну, минут 10. Такой мощный, он крупный, да, вот. Эта компания, вот она четко поняла, что такая потребность есть. Какая-то компания, может быть, там бронежилеты сотрудникам где-то может предложить, да, где сейчас активные боевые действия, да, вот такая забота, то есть умение, я это называю, ситуативно реагировать. Компании, которые первые начали отправлять витаминные боксы, когда началась пандемия, да, вот самые-самые первые, кто отправили сотрудникам коробки с фруктами, с антисептиками, с масками, с чем-то еще, да, это вот было ситуативной реакцией. Вот сейчас это очень важно, очень нужно, и это круто считается. Возвращаясь к теме бренда-работодателя, бренда-тренды, да, как мы строим бренд-работодателя? Мне очень нравится, как это нарисовали Ренстат, я долгое время такую же схему предлагал, но они прям вот такую дорожную карту. То есть, наша задача, когда мы управляем бренды-работодателя, пройти определенный путь построения бренда. Мы начинаем с аудита, мы о нем сегодня поговорим. Мы обязательно должны услышать мнение сотрудников, мы должны посмотреть на конкурентов и на рынок. Потом мы должны создать что-то свое, это запустить, и потом об этом рассказать всему миру. Ну, той части, которая нас интересует. Потом это измерять. Вот такая простая последовательность действий помогает действительно строить бренд-работодателя. И наш курс, он по сути, вот так и построен. Аудит, он может проводиться разными способами, разными направлениями. Первое и самое простое, что я вам предлагаю сделать, это просто понять, а что из того, что можно и стоило бы делать, для бренда-работодателя, вы либо делаете, либо не делаете. Я расскажу, какие здесь пункты входят, потом предлагаю вам вдумчиво подумать. Значит, для управления брендом-работодателя вы проводили опросы сотрудников, общались с ними индивидуально, делились с компаниями ценностями бренда-работодателя, включаете сотрудников в мозговой штурм, чтобы вырабатывать какие-то решения. Ваши сотрудники активно участвуют в разных мероприятиях и налаживают связи с другими людьми, выступают на конференциях, постят о полезный контент, связанный с работой вашей компании, помогают в рекрутинге, активно рекомендуют кандидатов. При общении с кандидатами вы, тексты ваших компаний вы адаптируете под конкретных кандидатов, то есть у вас нет одного шаблона, вы стараетесь переписывать, учитывая специфику кандидатов. коммуникации соответствуют вашему бренду, у вас есть классная команда интервьюеров, которая не ударит лицом в грязь, когда будет общаться с кандидатами, и вы постоянно создаете внешний кадровый резерв, то есть подогреваете интерес к вам. Ваш веб-сайт, там, где есть в том числе и вакансии, оптимизирован для мобильных устройств, то есть можно с мобильного посмотреть, откликнуться, там прописана миссия, там есть какие-то ваши визуалы, ну, фото, видео ваших сотрудников. Там все объявления отлично прописаны под додолженность текста, относительно краткий. Легко найти любую информацию, там нету сложности с этим. У вас процесс подачи заявки или отклика очень простой, то есть попробуйте с телефона откликнуться на вашу вакансию, насколько это легко. Интегрирована социальная сеть, да, то есть легко пойти посмотреть, как вы в социальных сетях выглядите. Ваш контент, публикуются согласно стратегии контента, публикации контента, да, согласно контентному плану, у вас есть некий бюджет, который вы можете тратить на создание контента, и есть видеоматериалы, актуальные в настоящее время. Дальше, если есть видеоматериалы, они современные и подлинные, то есть это не просто какие-то видосики, да, с интернет, это видео о ваших сотрудниках, они рассказывают вашу уникальную историю, подчеркивают ценности, демонстрируют ваше офисное помещение, если они есть, если есть офисное помещение. Есть статьи и записи в блоге, написанные сотрудниками, и вы с помощью Google аналитики анализируете, что происходит. Социальные сети, здесь у вас есть тот, кто за них отвечает, есть контент-план, по которому вы все публикуете, контент оптимизирован для разных каналов, то есть социальные, там, Facebook это один контент, Instagram это другой контент, TikTok это третий контент, LinkedIn это четвертый контент, вы иногда делаете репост, Twitter это пятый контент, делаете репост контент интересный других компаний, обмениваетесь контентом своих сотрудников, то есть делаете репост, поощряете сотрудников, чтобы они репостили ваш контент и смотрите на аналитику. Вот, здесь вопрос, их 35, когда будете дальше дома рассматривать эти вопросы, почитайте сколько у вас баллов и посмотрите насколько вы хороши. Дальше, когда мы говорим про бренд работодателя, здесь очень полезно применить инструменты бизнеса, в частности Pestel Analyze, который учитывает все происходящее в мире. Это анализ шести факторов политика, экономика, общество, технология, окружающая среда и законодательство. Посмотрите насколько на ваш бренд работодателя сейчас влияет вот все то, что происходит в вашей стране и в мире в этих шести направлениях. Я даже рекомендую выписать, как это влияет на компанию, как это влияет на HR. То есть в каждом направлении, в каждой категории вы должны определить, что именно у вас сейчас происходит. Можете прямо тут прописать происходящее и обязательно оцените влияние. Ну и конечно свод анализ для бренда работодателя я рекомендую сделать, как отправная точка. текущие сильные стороны, как бренда работодателя, ваши слабые стороны и на основании пестеля анализа учесть, какие у вас появились, появляются или могут появиться возможности, которыми нужно воспользоваться и какие могут быть угрозы, которые стоит учесть. Вот такая вот история. Дальше, говоря про бренд работодателя, полезно смотреть на метрики. Мы говорили, что бренд это про цифры, поэтому как отправная точка, как аудит, рекомендую посчитать вот эти метрики, которые указаны здесь. То есть посмотреть, какой текущий у вас уровень показателей по вот этим направлениям и потом уже планировать цели. Дальше, после аудита очень полезно встретиться рабочей группой, в которую желательно включить людей не только из HR вебинара и обсудить итоги, где вы находитесь сейчас, чтобы потом спланировать, куда идти дальше. Это опять же демонстрация современного подхода к управлению брендом, когда брендом занимается не рекрутинг, даже не HR-департамент, а вся компания. Подводя итоги сегодняшнего вебинара, давайте поговорим, какие вырисовываются роль и ответственность того человека. Я назвал его лидером, он может занимать любую должность, это может быть рекрутер, HR-директор или вообще какой-то человек не в HR, может быть операционный директор. Вот что он делает. Проводит регулярные исследования своей целевой аудитории, чтобы ее понимать. Мы будем учиться это делать. Исследует мнение потребностей сотрудников, проводит аудит EVP, разрабатывает рекомендации, управляет коммуникациями бренда, как внутри компании, так и снаружи, создает армию бренд амбассадоров и управляет ею, тоже будем об этом говорить, анализирует метрики бренда, разрабатывает план действий и влияет на опыт сотрудника, постоянно его улучшая. Вот чем занимается. Теперь домашнее задание для тех, кто уже на курсе. Провести на выбор, провести аудит, вот эти 32 вопроса и написать 5 рекомендаций для своей компании, либо заполнить пестель анализ для бренда-работодателя, либо свод анализ для бренда-работодателя. У меня часто спрашивают, могу ли я сделать все задания, я говорю, да, конечно, можете сделать все три, без проблем. Книги много рекомендовать не буду, одну из книг, которую я готов порекомендовать, она, на самом деле, книг хороших не очень много, но вот ту, которую можно порекомендовать, это Брэд Митчингтон, он является одним из таких известных людей в области бренда-работодателя, у него есть книга Employer Brand Experience. На этом тему номер один мы заканчиваем сегодня, и дальше мы поговорим про исследование целевой аудитории, это будет на занятии номер два. Ну и за восемь занятий мы максимально пройдемся по всем темам, которые охватывает бренд-работодатель. На этом сегодня все, спасибо всем, кто был онлайн, всем, кто смотрел, если вы на курсе, через неделю мы продолжаем обучение, если вы еще не проходите этот курс, присоединяйтесь, такая возможность есть, буду рад вас видеть, буду рад с вами поработать, дать обратную связь по домашним заданиям и помочь усилить бренд-работодателя. Если есть вопросы, поделитесь в чате, если вопросов нет, можете отрефлексировать, что наиболее ценного для вас было сегодня. И я сброшу презентацию в чат MikePretolaAcademy для того, чтобы могли сделать аудит абсолютно все, кто пожелает. Так, я так напишу презентацию по бренду-работодателя. Все, презентация отправлена в чат MikePretolaAcademy в Телеграме, можете посмотреть. Так, прекрасные вопросы для аудита. Спасибо. Здорово. Хорошо, вам тоже спасибо. всем хорошего вечера и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok